Дневной разворот Дневной разворот Юлия Андросова Сотрудница российского центра Науки и культуры в Непале Надо сказать, что Юлия Андросова Известна кировчанам по своей работе В представительстве МИД Российской Федерации по региону Сейчас она представляет Россию В области культуры и науки в Непале Юлия нам расскажет Как осуществляется взаимодействие В непосредственно в областях, которыми она руководит Но и оказывается, что есть Первый опыт представления действительно На Кировской области, в республике Непал И в том числе мы поговорим О возможном экономическом сотрудничестве Ну а в первом части мы говорим Совершенно на другую тему И мы будем рассказывать о том, как кировский опыт Инициативного бюджетирования Будут перенимать в Перми На эту тему мы пригласили поговорить Евгения Дрогова, консультанта Офиса инициативного бюджетирования Евгений, добрый день Добрый день Ожидаем вот буквально с минуты на минуту Приход в студию Михаила Шевелева Руководителя этого офиса Но я думаю, что... Вот господин Шевелев-то, простите, как раз и был в Перми Да-да И к нему все основные вопросы по Пермскому краю А Евгений у нас в этом году больше сконцентрирован На местных инициативных жителях Да, все верно? Районной области Областной центр Но с Пермским краем Евгений знаком не понаслышке Бывал И с людьми, которые трудятся там в этой области тоже не понаслышке знаком Да, занимаются местным самоуправлением, скажем так Но все-таки давайте мы начнем с чего? С Кировской области или с опыта Пермского края? И чем будут заниматься наши эксперты в Пермском крае? С Кировского опыта начнем, да? Давайте Раздельжение Мы начнем с этого Мы уже видим по соцсетям активную работу представителей офиса Консультантов инициативного бюджетирования в Кирове Вы, что называется, работаете сейчас в полях Вы уже встречаетесь с людьми, которые очень активно работают в ППМИ И работали в прошлые годы Не совсем еще в полях Потому что цикл собраний начнется со следующего понедельника, с 6 августа А пока это называется информационно-практические семинары Да, прошедшую неделю мы проводили такие тренинги Они раньше были традиционными Но вот такая традиция прервалась несколько лет назад В основном проводились видеоконференции А вот таких очных живых семинаров давно не проводилось И за эти вот 6 рабочих дней Мы провели 10 семинаров Два в Кирове и 8 в районах Кировской области Кустовые, двумя группами параллельно мы ездили в районы Практика показывает, что такие мероприятия, несмотря на большой опыт участников, все равно востребованы Нужно сверить часы, нужно донести какую-то новую информацию Обменяться опытом, ответить на накопившиеся вопросы Почему все-таки на живом общении настояли с людьми? Давайте скажем, что Михаил Шевелев в студии Михаил Шевелев, руководитель офиса государства инициативного бюджетирования Долетел, дорвался Как раз занимался тем, что согласовывал с министерным территориальным развитием Пермского края Даже отдыхание затруднено Из Пермского края сейчас Михаил там прилетел Быстро летел По телефону Из Перми прямо прилетел Ну, можно и так сказать, потому что приехали два дня назад И вот только-только, наверное, так отходим от того общения, которое там было Мы сейчас начали уже разговор о том, как прошли первые семинары в Кирове И в ближайших районах по ППМИ в этом году Не только в ближайших, в отдаленных тоже В отдаленных тоже Да, Малмыжи, в Уоружении были семинары В Иранске Значит, опыт ППМИ Ну, во-первых, нужно порадоваться за то, что ППМИ Проект поддержки местных инициатив Кировской области продолжается Потому что у нас были тревожные времена в предыдущие два года Когда не было ясности полной Есть у нас шанс, что мы продолжаем ППМИ или нет И мы тогда и в наших афирах в том числе напрямую задавали вопросы Губернатору Кировской области и его зампреду Александру Чурину о ППМИ Слава Богу, заявления о том, что ППМИ – это важный и нужный опыт для Кировской области Прозвучали от первых лиц И мы сейчас более-менее уверенно стоим на ногах и встречаемся с жителями Вот уже, Жень, ты сказал, что люди, которые собирались на этих семинарах Прошедшие несколько дней, это достаточно опытные люди Это люди, которые уже участвовали в ППМИ И вот сейчас собирались они для сверки часов А новые были люди? Да, был определенный процент Он колебался от нескольких человек Из собравшихся нескольких десятков До вчерашнего семинара в Мутнинске Практически половина присутствующих В основном специалисты И некоторые новые главы муниципальных образований Они подняли руку, когда я спросил Кто впервые будет заниматься всеми процедурами То есть это не значит, что люди не слышали совсем об этом Но практическая работа, она сопряжена с такими тонкостями, деталями И знанием всех нюансов Что когда человек в это погружается, он понимает, что, наверное, не все так просто И всю информацию, которую мы можем донести, поделиться Эти люди впитывают наиболее, скажем так, жадно А чем обославливается приход? Новых муниципалов Две причины Первая, выборы И смена поколений В администрациях Ну, то есть сотрудники уходят на пенсию Переходят на другую работу Смена главных Да, просто выборы будут Меняются главные Просто присутствовали не только главы И сотрудники администрации тоже Поэтому я и говорю об этом А вторая причина Ну, у нас до сих пор есть Несколько Ну, их там буквально на пальцах двух рук Можно пересчитать Поселений, которые ни разу в ППМИ не участвовали Никак Даже собрания не проводили За восемь лет Вот, за восемь лет Но в этом году Что-то случилось такое Удивительное Большинство из них Подали заявку на участие То есть выборы Я не знаю Может, смена руководства Может быть, какие-то ветры подули Откуда-то свежие Ветры, очевидно, подули Мы, кстати, с вами активно обсуждали Это в том числе и в соцсетях Что впервые, например Уже вторая неделя пошла отклика На Московский урбанистический форум Вы помните, я сама была на сессии Которая как раз была посвящена Протисципаторному бюджетированию Сложные такие слова Это участие граждан В распределении бюджета Своих населенных пунктов И эксперты, которые принимали участие В этой сессии Говорили, что это действительно показательно Что на Московском урбанистическом форуме Такая сессия впервые открыта И это значит, что не пустые слова Звучат от самых высоких трибун Что участие граждан В инициативном бюджетировании Это приоритетное направление Развития экономики Экономики Российской Федерации Вы видели этих экспертов И я помню, Миша, по-моему, ты написал Я комментировал, что На самом высоком уровне представлены эксперты Прайс Фотерхаус и Куперс Это крупнейшая компания Из большой консалтинговой финансовой четверки Участие партнеров этой компании В урбанистическом форуме Говорит о том, что финансовые вопросы Такого местного значения Становятся действительно Таким лидером повестки дня Несмотря на то, что они, может быть, занимают Не такую большую долю Как нефтегазовый сектор Как, может быть, налоги в виде НДС Пенсионные сборы Тем не менее, это очень важная составляющая Финансовой сегодняшней системы Потому что это становится Ну, таким трендом Когда человек, отдавая копейку Очень четко понимает, куда она уходит Без каких-то там промежуточных элементов В виде там федерального бюджета Местного бюджета Он, отдавая рубль, очень четко понимает Что этот рубль пойдет вот в этот проект И вот такие вот партиципаторные проекты Которые на Западе Ну, тоже очень сильно развиваются Они на сегодняшний день даже несколько конкурируют С такими формами выборной демократии Как выборы в муниципалитет Потому что, ну, на Западе это не совсем так, как у нас Поясните, как конкурируют они Смотрите, на Западе Всегда выборы в органы местного самоуправления Считалось таким очень достойным и важным делом Через элемент этих выборов Через элемент выборов людей В городскую администрацию В городскую думу Всегда происходило действительное участие граждан В развитии местной территории То есть депутаты всегда были ответственны Перед избирателями И, соответственно, этот институт работал И был востребован жителями очень серьезно В последнее время доверие к этому институту Или, так скажем, началось его Стало немножко снижаться В силу выстраивания государственных финансов Я говорю сейчас не про Россию А именно про Европу Скажем, про старушку Европу Вот, и в одном из португальских городов Кашказ, да В прошлом году совершилась Практически такая, ну, мини-революция Впервые люди Добровольно приходя И участвуя в выборе Объектов, которые бы они хотели Сделать за счет бюджетных средств Превысила уровень людей Пришедших на муниципальный выбор Явка больше Да Ну, там как бы десятки процентов Условно говоря Но если там на выборы пришло Условно 74% То за выбор Вот как раз тех объектов Которые люди бы хотели Чтобы они появились Ну, скажем И предложили эти объекты Пришло 75% Совершенно добровольно То есть конкуренция за внимание И активность граждан Конкуренция в этом Ну, разных институтов Да, демократического общества Скажем так И разного представительства людей В каких-то процессах Да Я бы сказал, что Причем тут надо еще Наверное, учитывать Что в некоторых странах Голосование Это не только право Но и обязанность Да, то есть Потому что санкции Из-за неучастия Ну, я сейчас не назову Страны конкретные Но Есть и санкции Да Привемся на полминуты И продолжим разговор Об опыте инициативной Бюджетернии в Кировской области И в соседних регионах У нас в гостях Михаил Шевелев и Евгений Дрогов Итак, проект поддержки местных инициатив Опыт инициативного бюджетирования Мы продолжаем разговор об этом С нашими экспертами и друзьями Михаилом Шевелевым Евгением Дроговым Участниками Членами офиса Не знаю, как назвать правильно Сотрудниками офиса Консультантов инициативного бюджетирования Все же продолжим разговор О том, как все проходит В Кировской области Женя, ты начал нам рассказывать О том, что Впервые за долгие годы Проснулись, можно сказать Там проявили интерес Даже те муниципалитеты Которые вообще не участвовали Раньше в проект поддержки местных инициатив Их там было чуть больше десяти Я вот сейчас не помню Двенадцать-тринадцать, по-моему Может, Михаил помнит Ну, в общем, это уже меньшинство Тех, кто никогда не принимали участие Ну, из двухсотдесяти сельских поселений Это, ну, пять процентов Да, получается Скажите, пожалуйста Обозначаются ли новые тренды Кроме вот этого Что подключаются новые муниципалитеты Обозначаются ли какие-то другие тренды В этом проекте Например, меняется ли выбор граждан В этих проектах Мы помним прекрасно И, кстати, об этом в Москве тоже говорили Что начиналось все И, видимо, это во всех регионах С водокачек и дорогу Ну, да, с водопроводов, да Ну, тут несколько тенденций Во-первых, повышается качество проектов Подготовки проектов Как с точки зрения проработки инициатив Ну, то есть выбора, да Так и с точки зрения документации Потому что качественно подготовленная смета Это залог того, что проект тоже будет качественным Если что-то в смете не появилось То и в виде работ это вряд ли появится Вот С другой стороны Этот выбор, наверное, стал более таким Ну, ответственным С одной стороны С другой стороны Процент водопроводов и дорог Каждый год снижается То есть, если говорить о типологии проектов То все больше появляется Ну, что называется там Не столько для тела, сколько для души Ну, детские спортивные площадки Зоны отдыха Ремонт домов культуры Зоны отдыха Какие-то оригинальные Комплексные проекты В рамках типологии То есть, ну, у нас по-прежнему Можно подавать заявку Направленную на решение Только одной проблемы То есть, в списке типологии Участник все равно Только одну галочку может поставить То есть, только одно направление Выбрать Но даже в рамках этих направлений Можно подойти более комплексно К решению проблем Ну, например, не просто детскую площадку сделать А сделать еще и освещение Там вокруг этой детской площадки Или сделать освещение вдоль дороги Ну, и так далее Ну, я должен сказать Что вот это как раз Увеличение типологии Я бы отметил работу Как раз Министерства социального развития То есть Кировская область Да Это его заслуга, в смысле Светлана сказала о том Что два года мы жили в ожидании Сейчас появился определенный опять тренд На возвращение утраченных позиций И появление этих семинаров Которые прошли до начала мероприятия Это тоже, скажем Восстановление давно забытого старого То есть, последний раз Такие семинары до начала мероприятия Такие масштабные семинары С выездом в районы Они, наверное, уже 5-6 лет Уже не проводились Но года 4 точно, наверное, не проводились С 13-го года, насколько я помню По крайней мере, по своим фотографиям смотрел Последний раз в 13-м году мы и приезжали Так время быстро бежит Что точно уже и сказать не нужно Я вот Светлана сказал о том Что такого необычного Но, если честно, для меня необычное новое То, что последние 2 дня В районе 10 часов вечера Мне раздаются звонки от ТОСов То есть, просто люди звонят и спрашивают Вот мы завтра собираем собрание Вот что нам нужно предусмотреть Что нам нужно сделать для того, чтобы оно прошло правильно Чтобы оно прошло, ну, как бы, удачно, что ли Легитимно Ну, легитимно это то, на что настраивают больше чиновники А люди больше, ну, как бы волнуют Факт действительно такого полезного участия То есть, сегодня проводить собрание для галочки никто не хочет Но качество работы То есть, все хотят сделать работу так Чтобы потом не было, так сказать Мучительно больно Мучительно больно И не в корзину потом это все И вот, вчера был звонок такой достаточно показательный Когда люди без участия практически Писелиться в город Совершили практически все действия Для того, чтобы у них появился ТОС Это в каком городе, если не секрет? Это город Киров Это, соответственно Они, конечно же, не до конца понимают То есть, люди пока не столкнутся с работой Пока не пройдут всю эту технологию И даже когда они пройдут ее один и два раза Они все равно до конца не понимают всех вот этих нюансов Которые нас окружают Это вот требование законодательства Почему тот или иной момент так выстроен И поэтому, когда я на четвертый раз им сказал о том Что вы устав-то прочитаете Вы мне просто вот откройте сейчас устав И прочитайте о том, как у вас принимается решение Они начинают читать Да, у нас собрание У нас можно провести конференцию У нас вот столько-то людей должно быть вовлечено Я говорю, понимаете Легитимность вашего решения Это не то, что вы, как люди Самые неравнодушные, самые инициативные Захотели и пришли, сказали Поддержите нас А то, что вы всем миром, всем вместе будете делать И когда они вот это почувствовали, поняли Вот это, знаете, как Я не знаю Для меня понятно Озарение такое Да Для меня озарение было, когда я стал бухгалтером Когда я понял, что такое дебит и кредит То есть, как я только это понял Там все сразу становится понятно И вот есть бухгалтеры, которые в жизнь проработают И не отличают это А есть вот тот момент озарения, когда ты это понял И все остальное уже становится понятно Вот сейчас как раз настало то время Когда имеет смысл и напомнить, что такое проект поддержки местных инициатив Инициативное бюджетирование И отметить те плюсы, которые несет за собой участие в этих проектах Для нас, конкретно для людей Для соседей, так скажем Это же соседская история Это слово комьюнити зарубежное Это вот соседская община, можем так сказать Итак, на что это направлено И какие плюсы несет за собой любой вид инициативных учительников Вот, Света, ты начала говорить про местную общину И в принципе во всем мире эти проекты первоначально были направлены на решение проблем от маленьких сообществ И когда появился проект в Кировской области, он тоже был направлен на решение проблем сельских поселений В основном в сельских, но и в городских тоже Но у нас в основном это небольшие все равно населенные пункты Относительно крупных региональных центров И суть всего этого процесса в том, что граждане непосредственно участвуют в вопросах местного значения Которые направлены на выбор объектов и распределение бюджетных средств И отчасти софинансирование со стороны местного сообщества на решение этих проблем И вовлеченность на всех этапах реализации этих проектов Вот от выбора до определения каких-то деталей подготовки там сметной документации До контроля работы и перерезания, так сказать, ленточки, то есть приемки этих работ Я даже больше скажу, до последующего участия в работе этих объектов Ну и содержание и эксплуатация объектов То есть на всем жизненном цикле, скажем так, вот того, что они решили И во что они вложили свое время, иногда не всегда деньги Какие-то усилия, творческие способности и так далее Вот я могу привести пример того, как можно оценить зрелость вот этого соседского сообщества На примере спортивной площадки, которая состоит во дворе нашего офиса Московская 40, Карла Липнихта вот здесь была несколько лет назад построена По проекту поддержки местных инициатив Прекрасная совершенно универсальная спортивная площадка Почти что за миллион рублей Большая, красивая, добротно сделанная покрытие Там были и баскетболь, и есть Баскетбольные кольца, волейбольная сетка, теннисная, вот если опустить сетка Стояли ворота и стоят ворота для футбола Мы поставили там, наш офис Инмедиа поставил там парковку для велосипедов Мы тоже поучаствовали как бизнес, потому что необходимо привлекать бизнес, который прилегает Который находится где-то здесь непосредственно, как и Хлыновбанк тоже Тут офис недалеко, поучаствовали два бизнеса, и люди собирались Я не помню, поскольку рублей 150, 200 как-то так рублей на эту площадку Естественно, было много переговоров, были даже ссоры, надо было доказать, почему надо Почему, если у тебя нет детей, все равно это полезно, потому что это для взрослых И была построена чудесная абсолютно площадка, но прошло два года И мы видим, что площадка приходит в упадок Провалилась прямо по центру площадки земля Там такая яма сейчас В заборе возникли сначала дыры, потом снесены были целые пролеты Так и не возникло освещение Люди все равно приходят, особенно ребята там собираются Девчонки и ребята, потому что всем нужен вот этот вот спорт И они хотят постоянно И они уже на таких отдельных уголках вот там собираются и играют И если там были раньше массовые такие занятия спортом Причем они могли поделить площадку Тут они в баскетбол играют, тут в мини-футбол играют То теперь только уголки заняты И вот ты видишь, что дальше во дворе А тут несколько домов достаточно крупных А приходят из соседних дворов Дальше не сложилась работа для того, чтобы продолжить вот эту историю И это очень хороший вот сигнал Можно буквально пройтись главам теруправлений Там или заинтересованным представителем министерств соответствующих И увидеть, где это работает дальше Где люди содержат, где они следующий проект ППМИ заявили И следующий, и следующий Для меня... Вот вопрос как раз о содержании эксплуатации с одной стороны А с другой стороны о том, что если люди сами выбирают, решают Не только что будет на этой площадке там Но и где она будет, да И как будет к ней осуществляться там доступ и так далее У нас на одной из конференций Мы с коллегами из какого-то, я не помню сейчас даже из какого региона Ну вот пример как раз показательный В общем, в одном населенном пункте Одновременно приняли решение там об устройстве Тверской что ли области, не помню Детской площадки, но она там функционально не очень большая Но она очень удобна для местных жителей Там несколько домов соседних И одновременно какая-то крупная корпорация решает подарить этому населенному пункту Там тоже детский комплекс Ставят его где-то там на отдаленном пустыре Куда неудобно... И он остается невостребован Да, и сотрудники там администрации не могут понять Почему вот эта маленькая детская площадка Где, собственно говоря, там приходится детям стоять в очереди Чтобы на качелях покачаться Там круглые сутки практически кто-то есть Да, там кроме ночного времени А этот комплекс вот такой вот весь большой, красивый Там практически нет детей Это вот к вопросу о том, кто решает, как решает И... Евгений Михайлович, я расскажу твою историю Потому что мы в своем месте стояли Одна минута до перерыва Это было в Янао Просто чем закончилось? Что такое Янао? Ямалинский автономный округ Точно Глава говорит Иду с ребенком Ребенок меня за руку дергает И говорит Мам, а ты занимаешься тем, что все, что ты обещаешь людям? Она говорит Ну, в общем, да А попроси, чтобы здесь качельку поставили То есть на всей этой большой, богатой площадке не было качель И поэтому ребята туда не ходили Вот просто взрослые посчитали свое, сделали Почувствовали, что долг исполнили А ребенка не спросили И, соответственно, все дети играли на старой площадке, где есть качелька А на новой никто не играет Ну, перед тем, как мы уйдем на перерыв Надо сказать, что есть ощущение Что сейчас все эти проекты Мы об этом не раз говорили здесь тоже в эфирах Что все эти проекты, которые направлены на благоустройство территорий Теперь все-таки все чаще И даже не просто чаще А громко звучит заявление Опять же, там самых высоких трибун Что необходим комплексный подход И прежде необходимо глубокое изучение вопроса И коммуникации с гражданами То есть что вам интересно Как это должно быть Это мы сейчас говорим не о ППМИ, где люди сами решают, что им интересно А, например, о проекте, который называется Комфортная городская среда Или безопасные качественные дороги Вы помните, 18 марта мы все вместе с выборами президента Могли проголосовать за конкретные участки дорог или благоустройства Которые мы считаем нужными На которые нужно потратить вот эти федеральные и региональные муниципальные средства Вот задача интеграции всех этих проектов И подхода более грамотного, более специализированного Она сейчас стоит в нашем регионе тоже остро Но это отдельная история А мы все-таки возвращаемся к инициативному бюджетированию И после короткого перерыва поговорим о том Как будет сотрудничать наш Кировский офис Инициативного бюджетирования с Пермским краем Михаил Шевелев, руководитель офиса Консультантов инициативного бюджетирования Евгений Дрогов, консультант офиса У нас в студии мы говорим о кировском опыте Инициативного бюджетирования И прежде чем перейдем к вопросу Почему Пермь решила перенимать опыт И воспользоваться услугами наших консультантов Мы приведем два примера Сейчас в перерыве их обсуждали Которые будут очень показательными И дадут понимание, почему это важно И почему власти уже осознают Что не просто нужно как-то так Присмотреться к проектам Инициативного бюджетирования Воспользоваться ими Мало того, они начали наконец-то Их стимулировать Интегрировать действия нескольких министерств Для того, чтобы деньги, которые Вделяются по разным линиям А у нас разные линии Это народный бюджет, ППМИ и так далее Они теперь ведут себя несколько по-другому Просто не буду сама пересказывать Жень, расскажи, пожалуйста Вот то, что нам сейчас перерывет Ну, говорили о эффективности То есть с точки зрения Расходования средств Всегда одним из важных показателей Является эффективность Использование этих средств И спустя несколько лет С момента начала ППМИ Кировской области Все даже, скажем так Прожженные финансисты Которые привыкли считать И видеть понятный алгоритм В расчетах, в подходах Увидели, что социальная направленность Которая была в основу угла Поставлена Кировской области Наличие субъективных критериев оценки Которые выводятся из коллективного решения Членов конкурсной комиссии Они не снижают эту эффективность А мистическим, казалось бы, образом ее повышают То есть те механизмы, которые изначально заложены Вот механизмы партисипаторного, инициативного Бюджетирования, если хотите Они в том числе и на понятные финансистам Показатели влияют Соответствующим, позитивным, положительным образом Можно проще На сегодняшнем ротном бюджете Деньги Минфин наш дает По определенным критериям Потому что заявившихся много Денег мало Один из основных критерий Это участвует ли муниципалитет То есть, если он участвует Если он не закрывается В рамках каких-то отдельных возможностей Ну, вот как мирное сельское поселение Мирнское, да? То есть, в Уреческом районе Они каждый год участвовали В народном бюджете В общем-то, ну, было таким лидером Я даже сказал, федеральным лидером Но отсутствие участия в ПОПМИИ Отсутствие выстраивания, соответственно Диалога с жителями Привело к тому, что... Отсекаются многие возможности Не договаривались Ну, собственно говоря Привели к тому, что есть желание У чиновников, чтобы бюджетные средства Работали не только в привлечении денег Но работали на как раз социальные эффекты То есть, проще говоря У нас, например, народный бюджет В Кировской области Деньги на это выдает Министерство финансов А на ППМИ – Министерство соцразвития Так вот, Министерство финансов Приняло решение, что будут приоритетно выдавать По своей линии деньги Тем муниципалитетам, которые работают по ППМИ Отлично А раньше этого не было Вот, Светлана Да, и что касается эффективности Расходования бюджетных средств В 2013 году Министерство же наших финансов Провело сравнительный анализ Региональных и федеральных программ Которые действуют на территории Кировской области И для себя и для нас с удивлением Так сказать, обнаружило, что в ППМИИ Где есть вот этот субъективный подход Ну, отчасти, да Самая высокая эффективность Денежных средств Итак, социальная направленность проектов И субъективные критерии Оценки проектов Оказывается, дают мощную финансовую эффективность Именно потому, что они прозрачны Да Прозрачны и направлены на конкретных людей Ну, давайте в Пермь-то, да Мы слетаем и съездим Да, 7 минут на Пермь Пожалуйста Итак Можно я скажу? Потому что я боюсь, что не скажу Самые главные вещи Давай Вот, я приехал из Добрянки Был на Пермский край, соответственно Да Форум Пермский край Новая высота Первый форум Увидел Несколько сотен человек Зараженных территориальным Общественным самоуправлением То есть это Те маленькие деревеньки Которые Сформированы внутри Больших муниципалитетов И, собственно говоря Те люди Которые Своей активностью Стараются Сделать жить Лучше В своей дворе В своей деревне И так далее Знаете, что меня Больше всего порадовало? Меня больше всего порадовало Встреча с нашими коллегами Из Кирова-Чепецка Вот они совершенно Елена Михайловна Молодец Глава Кирова-Чепецка Она узнав о том Что есть в Добрянке Такой форум Почитав Посмотрев Кто ей дал контакты? Она Отноуправила Достаточно большую делегацию И Девочки Мы с ними там Пересеклись Очень активно Участвовали Они там Пообщались С множеством глав С множеством Лидеров ТОС Они собрали Такую обширную Базу Живых практик ТОС Которые Туда привезли Многие другие регионы Там были Коми Архангельск Новгород Что Я полагаю Что Вот В Кирове-Чепецке Будет Это Развиваться Гораздо Интереснее И живее То есть Чем Например Происходит В городе Кирове Сегодня Я вот скажу Сейчас Про Желтворящую Силу Нашего Радио Елена Михайловна Была Буквально Недавно Володь На эфире И мы Рассказали Про этот Форум И рассказали Про эту Практику И она Сказала А кто Даст Контакт И я Сказала Михаил Шевелев И все Получилось Теперь нам Предстоит Елену Михайловну Снова Пригласить Пусть она Скажет Что она Там Вот Я должен Сказать Что Кирова-Чепец На самом деле Очень Неравнодушно Вчера У них Семинар Проходил Последние Заключительные И они Они молодцы Коллеги Чем вы Пригодились В Перми Почему Сейчас Вы будете Активно Работать Мы просто Выиграли Государственные Контакты Было Шесть Участников Включая Научно-исследовательский Финансовый Институт При Министерстве Финансов Российской Федерации Они тоже Участвовали Участвовал Совет Муниципальных Образований Пермского Края Местный Государственный Очень сильный Совет Муниципальных Образований И на самом деле Получилось так Что мы Выиграли Этот конкурс Офисом Консультантов Нашей Компанией Актив Альянс И на сегодняшний день Мы как раз Проходим Все согласования Для того Чтобы выехать На семинары Семинары Активно На сегодняшний день График семинаров Формируется У нас Предстоит 55 семинаров В Пермском крае В Пермском крае По обобщению Вообще Опыта Инициативного Бюджетирования Должен сказать Что практика Пермского края Она Ну своего рода Уникальна Кроме того Что это Закон Который у них есть Который позволяет Любому жителю На следующий год Планировать Своё участие Независимо от Воли и желания Каких-то членов Отельных Чиновников Кроме этого У них есть Свои такие Механизмы Когда Очень большая Роль Ответственность Отведена Муниципалитетам Конкурсам Которые На уровне Муниципалитета Проводятся И в принципе Вся система Которая Выстроена В Пермском крае Она Позволяет Например нам Общая этот опыт Наш Пермского края Консультировать Ямало-Нецкий Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ Они тоже На сегодняшний день Очень серьезно Как бы Занимаются Строительством И должен сказать Что тут есть Один такой Момент Который Нам следует Учесть Это то Что На первую роль Выходят Муниципалитеты Независимо От того Что происходит Различные Тренды Укрупнения Муниципалитетов Превращение Скажем так Объединения Районов Городских И сельских Поселений Единый городской Округ Все-таки Жизнь На местах Жизнь Вот этих Маленьких Деревенек И людей Ну скажем так С соседями Она Будет Трендом В ближайшем Будущем То есть Это будет Достаточно Такой Важный И необходимый Элемент Вообще Развития Потому что Ну Жизнь Сейчас очень А если говорить Кстати Конкретно О сроках Ближайшее будущее Это сколько лет Чтобы понимать Эту перспективу По вашему оценку Привыкли мерить Сейчас уже шестилетиями Да 24-го Вот Но я бы сказал О том Что Это уже совсем Будущее Такого Там В течение Ближайшего Полувека Полувека То есть Жизнь В местных Сообществах Сообществ При том Что у нас Есть очень Большая Мобильность Доступ К информации Возможность Работать В любой Деревеньке И Сев На Замечательную Современную Машину Доехать В любое место Где есть Магазины Кинотеатры Театры И так далее Жизнь Местных Сообществ Будет Очень Серьезно Развиваться И Ну Показывает Практика То что Жизнь Например В Пермском Крае В муниципалитетах Она зачастую Гораздо Интереснее Чем В самой Перми Тут можно Добавить Такой момент Что Первые Практики Которые Появились Ну известно В Бразилии В конце 80-х Годов То есть Прошло Практически 30 лет И эти Практики Там до сих Пор Существуют Они Видоизменяются То есть Проходит Какое-то Время И Те Цели И задачи Которые Ставились Изначально Они Переоцениваются Переосмысливаются Корректируются И Проекты Все равно Востребованы То есть Жители Хотят Улучшить Свою жизнь Непосредственно Влияя На эти Процессы У нас Остается 40 секунд Буквально Я волнуюсь Сейчас Жизнь Останавливается Я волнуюсь Сейчас Господа У вас 55 семинаров В Пермском Крае Останется Ли ресурс На Кировской Область У нас Все Спланировано Расскажите Коротко За 30 секунд За какой Перед Семинары Все Семинары На которые Поданы Заявки В Кировской Области Они Запланированы Консультанты Распределены В Пермском Крае И в Пермском Крае И в Кировской Области Графики В Пермском Крае Мы подняли 55 семинаров А в Кировской Области Предстоит Порядка 470 Собраний У нас Запланировано 470 До конца Каждый год У нас Два месяца Как минимум Собрания Проходят Меньше Двух Месяцев Практически Не было Штат Или штаб Консультантов Сейчас 6 человек Это все Кировчане Кировская Область В Пермском Крае Будут работать Двое Четверо Будут В течение Августа Работать В Кировской Области Шестеро Все В Кировскую Область В сентябре Все В шестеро Успеете Мы уже Научились Просто Планировать И К счастью Уровень Именно Проектной Деятельности В нашем Регионе Позволяет Собственно Говоря Планировать Деятельность Основательно И Слушайте Мы давайте С вас возьмем Обещание Что вы Нам будете Сюда В студии Приводить Активистов Тосовцев Пусть они Рассказывают Про свои проекты И про свой Опыт По строению Вот этих Соседских Сообществ Это важно Чтобы на примерах Люди учились Спасибо Михаил Шевелев Руководитель Офиса Консультантов Инициативного Бюджетирования Евгений Дрогов Консультант Офиса Сейчас прервемся На новости Тематические Программы И рекламу В начале Следующего часа Мы с Володей Вернемся И будем Рассказывать О сотрудничестве Кировской области С Непалом И распространении Российской Науки И культуры В этом Замечательном месте Продолжение следует...